Дамы и господа, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам, как мастера обманывают или могут обманывать ни в чем неповинных людей, которые приходят к ним на сеанс. Но перед просмотром, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы всегда видеть, когда выходят новые видосы. Итак, первое, что хотелось бы рассказать, это самая обычная практика в мире, очень везде распространенная. Это когда мастера берут деньги не за сеанс, не за конкретную работу, а именно за свое время. То есть, оплачивается только час работы. Все бы до ничего, очень много мастеров так работают, все у них нормально, ничего они там с этим не придумывают. Но где нормальные люди, там есть и ненормальные люди. Поэтому для наглядности, как это происходит, скетч. Смотри, я вчера вот такую вот работу сделал, правда красиво? Мы вот тут вот решили вот так вот потянуть. Но потом, короче, он пришел с своими подружками, и мы сидели, этот вот кофе пили, и так классно пообщались. А вообще, я вот еще, смотри, вот такой вот эскиз нарисовал, и у нас вот такой вот будет проект потом на днях. А еще, смотри, я вот вещи сделал, и вот прикольная такая вот штука. А еще я собираюсь в Испанию полететь работать. Ты как любишь Испанию, да? Ну вот я очень люблю Испанию. В Испании очень классно. Вообще, я очень люблю путешествовать. Вот, а вчера я с какой-то девочкой гулял красиво вообще, вот просто, сейчас я фотки покажу, это просто... Подожди, стой, а мы делать татуху будем, нет? Сейчас, я скажу, перекурю, и все, и все, и уже начинаем. Ну вообще, смотри, короче, вот фотки. Так, ну все, я перекурил, но перед сеансом, чтобы все хорошо было, надо часика два поспать где-то. Поэтому, иди пока там прогуляйся где-то, я лягу поспалю. Господи. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот так вот происходит сеанс у данных мастеров. Я даже не сильно утрировал. Я сам из личного опыта могу вам рассказать, что я работал в студии, где из пяти мастеров трое работало по вот такой вот схеме, где физически два часа из сеанса пилось кофе, двадцать перекуров, три раза сходить куда-то покушать, пообедать, два часа работы, и это все растягивалось на два-три сеанса идентичных, где по такой же схеме все проходило. И эти мастера были девушками, они еще умудрились за счет клиента и поесть, и кофе попить. Это бесспорно стилек такой у людей, как говорят на базарах, клиент лох смелее обвешивай, но это как-то не по мне. Я могу еще провести аналогию с барбершопами, где ты приходишь просто подстричься и пойти себе дальше по делам, но нет, тебя заставляют сидеть на диване, ждать по 40 минут, пока там мастер что-то там делает, непонятно что, листать какие-то журналы про охоту, предлагают какое-то виски, какое-то, не знаю, молоко, пиццу, а ты хочешь просто подстричься и пойти дальше. Вот, моют тебе и так помытую голову, ну, короче, полный бред. А так же самое с этим, когда ты платишь за работу, то есть мастеру нет какого-то смысла тянуть время, там как-то растягивать что-то, он будет сидеть и работать, никаких там особых обедов, перекоров, всего того, ему, ну, есть задача сделать работу, он ее сделает и пойдет себе домой, без лишних телодвижений. Не хочу обидеть мастеров, которые так работают, потому что она практика довольно распространенная, но процентов, наверное, 60 с людей, которые берут деньги за время свое, они вот делают вот именно таким вот образом. Есть, конечно же, профи, которые действительно делают свою работу круто и берут почасовые, и я понимаю, почему они берут деньги за часовые работы, но при этом, как бы, есть и другие. И поэтому просто старайтесь выбирать нормальных мастеров, там, которых вам посоветовали желательно, и не страдать фигней. И второе на любилого, что хочу сегодня рассказать, это встречается в основном у мастеров, которые только начали заниматься татухами. Это когда мастер сидит, ну, мастер в кавычках сидит, делает работы, у него не получается ничего, и он хочет как-то избавиться от клиента, потому что, ну, прям запор, это уже все, что можно. При этом, как бы, просто сказать, типа, что я все запорол, все пока, как бы, не позволяет, там, всем понятные какие-то чувства, и хочется его как-то так красиво слить. Можно сказать, что, допустим, у тебя очень устала кожа, уже не принимается краска, типа, все нужно переносить там на второй сеанс, как правило, второго сеанса уже не будет. Есть еще способ, допустим, сделать побольше вылет, перепахать кожу в каком-то участке, чтобы сильно пошла кровь, и сказать, типа, все, типа, организм уже очень устал, уже, ну, невозможно работать, так ничего хорошего не получится. Ну, и человек, как правило, собирать себе идет домой. Это, на самом деле, ужасно, никому не желаю в такое попасть, мастерам не советую такое делать, но это есть, и это один из способов налюбить своего клиента. А на этом на сегодня у меня все, всем спасибо за просмотр, напишите, пожалуйста, в комменты, сталкивались ли вы с каким-либо налюбилом от ваших мастеров, желательно, конечно, про тату мастеров что-то, но можно и просто, всегда интересно, надо почитать, послушать. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока.